Приветствую вас и, вы знаете, начать свой ответ мне бы хотелось сказать, что бы заметить вам о форме документа, который необходимо вам составить. Образец документа можно будет посмотреть либо на сайте, либо узнать в деканате, либо в администрации. То есть в административных органах заведения вам могут предоставить образец. И в образце следует указать, что человек в результате ряда негативных обстоятельств оказался в очень подавленном эмоциональном состоянии, вследствие чего не мог находиться на занятиях. И, собственно говоря, вы можете написать о том, что у человека было очень серьезное нервное и психоэмоциональное потрясение. Полагаю, что это более чем убедительный повод для того, чтобы не появляться в учебном заведении. Вообще, знаете, мне кажется, что самый беспроигрышный вариант, это вариант, как бы, по болезни, а сбраску о том, что человек болел, он может получить и позже. Можно эту справочку даже купить, если необходимо. Но, вообще говоря, достаточно будет просто, если вы скажете, что, ну, напишите, точнее, что у человека было серьезное нервное потрясение. И будет здорово, совсем будет хорошо, если найдется кто-нибудь, кто сможет подтвердить факт наличия этого происшествия и тем самым доказать его. Кроме того, ну, как бы, хорошим доказательством будет то, что в документе, ну, вот в самом... самой объяснительности, значит, наличии присутствуют, например, подписи подтверждающих лиц. Если там будут подписи, то, возможно, вам будет проще это доказать. Понимаете, с психологической точки зрения необходимо именно доказать наличие у человека существенного изменения психического состояния. Даже не доказать, а, знаете как, зафиксировать, зафиксировать наличие изменения существенного изменения психического состояния, да, и вследствие этого невозможности осуществлять учебные деятельности. Вот. Вот, в принципе, то, что можно и нужно вам сделать. То есть, обробности и документарные нюансы, документарные тонкости, которые, вообще-то говоря, лучше будет узнать в администрации учебного заведения. То есть, в каждом учебном заведении есть своя форма подачи подобного документа. То есть, в каждом учебном заведении есть свой, ну, скажем так, свой список, значит, список возможных требований, список возможных условий, ну и так далее. То есть, тут у нас нужно, точнее, желательно, чтобы вы все-таки предоставили бы документ, ну, то есть, образец документа, чтобы он все-таки был, потому что вот так вот, так, по одному только вот этому вашему сообщению сложно понять, что именно, например, приемлемо, допустим, а что нет. Понимаете, то есть, какие условия приемлемы для вас, для вашей ситуации, например, а какие нет. Это вот непонятно. И именно потому, что это непонятно, не хочется давать таких голословных рекомендаций на этот счет. Ну, что еще можно добавить? Выпишите, значит, это адекватно и убедительно. Адекватно и убедительно для кого? Вот тоже, на мой взгляд, очень важный вопрос. Для администрации. А какие требования у данного документа есть? То есть, каким требованиям должен удовлетворять документ, который вам нужно предоставить? Это тоже важный момент. И вот исходя из документов как раз, исходя из требований документа, в обязательном порядке нужно удовлетворять условия. То есть, если там, например, нужен уважительный повод. Да, уважительный повод. Что законодатель считает уважительным поводом в данном случае? Вот ориентируясь на это, нужно что-то выбрать. Я бы на вашем месте выбрал бы все-таки именно то, что я сказал. То есть, это психоэмоциональное состояние не позволяло человеку осуществлять деятельность. Либо, как бы, резко ухудшивать, например, психическое самосущество, допустим. Или что-то еще. Или, вот понимаете, вообще говорят обычно по личному обстоятельству. То есть, личное обстоятельство. Личное обстоятельство, это то, как бы, одной фразой объясняется то, что произошло. Но, если этого недостаточно, то уже можно будет непосредственно раскрыть эту фразу, смысл этой фразы. Другое дело, кому раскрывать и как. То есть, вот, именно, кому и как нужно раскрыть смысл этой фразы. Ну, будет здорово, если вы представите бланк, да, представьте образец документов, сперва. Да, сюда пунктирую его, ну, вот как вам, примерно, да, уже написать ниже. И, то есть, выше, наверное, да, выше. И, просто самую трудную часть текстов объяснительных, ну, дополняете как можно больше. То есть, чем больше вы напишете, да, тем лучше будет. Например, в результате, в течение обстоятельств я оказался в состоянии, в состоянии тяжелого эмоционального состояния, высокого уровня нервных переживаний. И, в результате этого, не мог посещать занятия, потому что был уверен, что неисправленность и вообще не был способен воспринимать адекватный учебный материал. А также бояться представлять угрозу для себя и для окружающих. Вот, примерно так вам можно написать. Сбравки никакой здесь представлять не надо, потому что, ну, это не повод для обращения, например, в психоневрологический диспансер. Это не повод для обращения в клинику и, соответственно, не повод для проходения лечения. Но, действительно, написать нужно именно так. И, как я уже сказал, договориться с людьми, чтобы они, если что, подтвердили факт наличия этого обстоятельства в жизни человека. Вот, примерно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаю всего лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok